Люди, которые там работали, не должны были понять, чего на самом деле министерство делает. Я говорю, слушайте, ну вот вам же не нравится, Светлана, за такую зарплату. Нам скажут полымать, мы будем полымать. Каждый думает, ну ведь все же каждый за себя. Вот я выступлю, а кто за меня в реальности заступится? Очень мало людей, готовых рискнуть. Возвращаясь к теме этого министерства развития Дальнего Востока, чем дело закончилось и еще про ТОРы в этом что-то хотели рассказать? Ну да, дело в том, что в министерство я попала, это был как раз 2014 год. Как раз в тот момент министерство разрабатывало этот закон о территориях опережающего развития. То есть это вот он рождался, скажем так, как раз когда я там работала. И поскольку, как я уже сказала, я была единственной в какой-то момент единственной человек в департаменте, то этот закон попал мне в руки. Министерство предлагало отменить все существующие на тот момент барьеры по привлечению иностранной рабочей силы. В том числе и отменить квоты, которые на тот момент существовали. И в законе о ТОРах это было прописано изначально. Прежде чем закон поступает в Госдуму, он должен пройти согласование со всеми министерствами профильными. И соответственно ФМС, естественно, отстаивая позицию, что приоритетно найм российского сотрудника, она не согласовала закон в этой части. Меня попросили обосновать позицию министерства, что вот надо развитие, что не хватает рабочей силы. А я как раз обосновала только позицию ФМС. Потому что я как раз залезла в статистику, посмотрела, что на сегодняшний день те рабочие места, которые в течение нескольких лет обещали инвесторы, то количество рабочих мест, которое должно было открыться в инвестпланах, оно, в общем-то, перекрывалось местным населением. Просто если сложить количество даже безработных, плюс количество тех, кто сегодня учится во всех учебных заведениях, там студенты, то этих людей получалось ровно в два раза больше, чем рабочих мест, которые там планируется организовать. Ну и в любом случае, если мы развиваем Дальний Восток, так мы, наверное, должны развивать наших людей, а не приглашать иностранных рабочей силы. Да, мне могут сказать, как там и было. Они говорят, ну это высокотехнологичное производство, у нас может не быть таких специалистов. Хорошо, давайте приглашать тогда этих специалистов, но с условием, что они, когда будут строить это предприятие и внедрять эти технологии, эти технологии обязаны передать нашим сотрудникам. Чтобы если вдруг они завтра уехали, решили закрыть производство, свернуть, у нас остались специалисты. А у нас предлагается сегодня другая схема, когда приезжает иностранный специалист, приезжает вместе со всей своей семьей, семья же не является специалистами, их устраивают на работу. Понимаете? И то есть получается, что... Всю семью? Да, сегодня сняты все барьеры. Понимаете? И получается так, что они приехали, построили там завод или еще что-то, да, там предприятие какое-то, поработали, выкачали это все и уехали. Мы остались и без ресурсов, и без недр, и без специалистов. В чем развитие Дальнего Востока? Значит, вот есть недросодержащая земля. Вот где-то есть какой-то там инвестор, который готов прийти и построить здесь предприятие. То есть изначально разговор шел о том, что там будут строиться исключительно экспортоориентированные предприятия, которые, собственно говоря, профиль этих предприятий, не высокая переработка и создание продукта с высокой добавочной стоимостью, а именно просто выкачка ресурсов, выкачка недр. При этом, значит, под... То есть площадка может быть не обязательно, она уже где есть инфраструктура, площадка может быть и в чистом поле. И я помню тогда, подошла к одному заместителю департамента и спрашиваю, говорю, а в чем? Вот смотрите, государство вкладывает бюджетные деньги в строительство инфраструктуры. Любой вам скажет, что это самая дорогая инфраструктура, да, там дороги. В строительство жилья. Государство создает условия на первые 10 лет такие льготные, что там практически совокупно налогов он платит всего, по-моему, 10 или 12 процентов. Плюс там сокращаются все сроки согласований различных экспертиз. То есть и при этом еще государство снимает все барьеры на иностранную рабочую силу. Я такая говорю, а где здесь развитие? И что-то я не поняла. Ну, значит, это будут, то как бы деньги будут приходить, будет расти ВВП. Но так ВВП-то это не прямой показатель роста благосостояния населения. То есть ВВП-то может быть и увеличился, но он не распределился ровно по всем жителям Дальнего Востока. Он где-то сконцентрировался, как обычно, и все. А если вы нанимаете иностранную рабочую силу, которая, допустим, стоит дешевле, чем наша российская, вы создаете давление на местный рынок. Если вы рядом с работающими производствами, которые работают в обычной системе налогообложения, создаете искусственную зону, которая работает на льготных условиях, значит, вы просто-напросто обрушаете этот бизнес, те же люди пойдут просто в другое место. Я тогда не понимала логики. Я говорю, почему барьеры-то снимаются? Почему так? Мне говорят, бизнес блюдет свои интересы. Если бизнесмену, инвестору, который туда приходит, выгодно нанять 100 корейцев с лопатами, а не одного бульдозериста русского, он выберет, он наймет, ну то есть это бизнес, он наймет 100 корейцев. Тогда какое развитие? Нет, а я говорю, так я как бизнес и рассуждаю. Если я, как государство, вкладываю свои деньги, то есть я партнер равноценный, и я могу диктовать условия этому бизнесу, что извини, дорогой, вот я тут вложилась, я создала тебе условия, будь любезен, чтобы мои люди работали и получали зарплату не ниже такого-то уровня, не какой-нибудь там дурацкий прожиточный минимум, а такой нормальный, на котором реально люди могли бы заработать. Вот я, как вижу, развитие. То есть, а здесь, получается, я как бы вкладываю, но бизнес это бизнес, он может своей диктовать. Я-то выступаю как бизнес-сторона, то есть я почему не могу свои условия диктовать. Знаете, мне что сказали? Девушка, вы не по-государственному мыслите. Да вы что? Я вообще вот просто, ну, то есть как бы вам здесь не место, вы не по-государственному мыслите. Я такое вообще обалдела. Может быть, просто у них свое личное государство для чего-то другого, то есть не для народа, может быть, вы это имел судьбу, наверное? Ну, я не знаю, чего там человек имел в виду. Вроде не глупый человек, там дураков-то нет. Имею в виду не по-бандитски, может быть, так, я не знаю. Ну, честно говоря, вот мне было очень прискорбно видеть такую вещь, когда я пришла, собственно, я там проработала все полгода, туда стали приглашать людей из бизнеса, как результативных, то есть нужен был прорыв, нужно было развитие, вроде как из бизнеса приглашали людей. Но именно поскольку люди-то ориентированы на бизнес, в бизнесе, в смысле, ориентированы на результат, очень быстро эти люди, ну, как бы, ушли. Либо их ушли, либо они сами ушли, то есть они поняли, что там делать нечего. И это все были люди толковые в возрасте, это мужчины в возрасте после 40-50, где-то так. То есть это самый такой цвет специалиста, когда уже человек опытный, когда уже человек зрелый, вот, а уходили с постов именно директоров, заместителей директоров, советников, помощников министра. И за этот срок, поскольку я сидела на подборе, я подбирала людей, я в основном подбирала людей, то есть практически на должность специалистов разного уровня, да, и мы уже практически не брали людей взрослых, зрелых, опытных. Мы брали людей, я бы так сказала, даже не до 30, а до 27. При этом у меня жестко стояли условия, из каких вузов должны быть кандидаты. В первую очередь это Вша, Рэш, Сколково, там МАУ у нас где, он там Народная Академия что ли, по-моему. Вот, ну в общем, то есть изначально уже люди должны быть отформатированы. Хорошо, приходит молодежь, умненькие, я вот помню, там пару мальчиков были, умненькие, хорошие мальчики, хорошо закончили, там с красными дипломами, все, у них энергия, им хочется доказать, они хотят чего-то там, ну, это и статусно, и престижно, и они хотят доказать, что не зря булку с маслом едят. Вот, и они начинают действительно что-то показывать, что вот от чего они знают, чего умеют. Но им через день, вот я говорю, почему там было такое ощущение, что в Шараке, потому что там, во-первых, постоянно было сталкивание людей лбами, ну, то есть это вот человек определенный сидел там на должности замминистра, да, и он сталкивал людей с бал. И часто давал, чтобы не, вот как я сейчас понимаю, люди, которые там работали, не должны были понять, чего на самом деле министерство делает. И там создавался все время такой хаос. Понимаете, задание могло даваться ровно все одно, завтра на 180 градусов другое. Вот эти мальчики быстро начинали раскисать, и приходили, Светлана, ну вот мы приходили, а сейчас вот буквально все, что я тут делала, несколько там вечеров сидел, все это выбросилось в помойку, и мне сейчас вот сказали вот это делать. Я, наверное, уволюсь. Через пару месяцев с этими мальчиками встречаюсь. Все прекрасно. Они уже довольны. Они получили не только зарплату, но и премию. Сидят, рассуждают. Я говорю, слушайте, ну вот вам же не нравится. Светлана, за такую зарплату нам скажут полымать. Мы будем полымать. То есть система конформистов, получается? Угу. Понимаете? То есть да. Но это же чудовищно. Причем отформатировано. Чудовищно, а что делать? И главное, понимаете, система выбрасывает людей, которые способны… Получается, сначала им нравилось, но все их какие-то начинания пресекались, делали их работу бессмысленной, а потом за эту бессмысленность им дают денежку большую, и они с ним смиряются, и теперь они довольны. Ну да. Вот молодежь приходит, им деньги нужны. Понимаете? Опять же, сидишь в министерстве, сидишь в центре Москвы. Просто даже сказал, что ты в федеральном министерстве работаешь, это уже какой статус, да? И плюсы деньги. А где мы сейчас такую зарплату, да еще официальную найдем? Да, это такая продажа себя, продажа своих принципов, если они есть. А чаще всего их просто, наверное, уже и нет, туда люди приходят, они понимают. И, понимаете, им со мной дискомфортно было, когда я пыталась их совести, ну вот, к их совести взывать, им со мной плохо было. И когда там появляется такая белая ворона, тебя не начальство будет вытуривать. Тебя будет… Сам коллектив. Сам коллектив будет от тебя отторгать. Вот это я тоже, кстати, поняла и почувствовала впервые, скажем так вот. Когда я начала вот говорить все такие вещи, а в чем развитие Дальнего Востока, я не понимаю, да? Сначала мне просто перестали… урезали премию. Сильно урезали, чувствительно урезали. Я ничего не сказала, сижу дальше работаю. Вот, значит. И в какой-то момент там у меня были дни… А, вот с этим же первым заместителем министра, как бы, у нас была договоренность. Когда я пришла, только они мне не заплатили, как мы договаривались, за первые несколько недель они мне не заплатили. И я пошла на встречу, ну, там какие-то проблемы были с их, там, вот как у нас деньги, это же не коммерческая структура. Бог с ними, я сейчас даже уже не помню. Я помню, что у нас была договоренность, что я тогда то, что мне не доплатили, заберу днями отгуленными, да, там, отгулами. Вот, и я написала заявление, обязательно все это подписала у своей начальницы и уехала на день раньше домой в Ярославль к себе. Будучи полностью уверена, что, ну, то есть я все правильно, я ничего не нарушила, все все знают, договор был, я все подписала, все все предупреждены. Ну, начальник предупрежден, что я не выйду на работу. И вдруг она мне в выходной звонит и говорит, ты знаешь, мне, говорит, сейчас позвонили, оказывается, в этот день приходили проверяющие. Ко мне в кабинет не зашли, меня не зашли, а я вместе с ней в кабинете сняла. Зашли в кабинет к людям, которым мы вообще не пересекаемся. И у них подписали акт, что я сегодня отсутствую. То есть эти люди меня могли в течение рабочего дня вообще никогда не видеть, мы с ними не пересекались, да. Моя начальница, которая сидит в моем кабинете, которую знает и отпустила, она не в курсе. А вот эти люди подписали. Подписали акт, что я больше четырех часов без уважительной причины отсутствую на работу, соответственно, мы начинаем расследование. Или там пиши заявление по собственному желанию. Я почему-то думала, что если ты на госслужбе работаешь, то уж тут-то закон тебя больше всего защищает. А получается, что тут-то ты как раз вообще не защищен. Мне сказали, Свет, не судись, ты проиграешь. Интересный был момент, когда я уходила, подписной лист обходила. Вдруг несколько человек, мужчин, сказали, очень жаль, что ты уходишь и не стала бороться. Я говорю, интересно как. А почему вы мне раньше этого не сказали? Быть может быть, если бы я почувствовала поддержку хотя бы одного человека, я бы, может, и стала бороться. Каждый думает, ну ведь все же, каждый за себя. Вот я выступлю, а кто за меня в реальности заступится? Вот я рискну. У нас ведь ещё так, понимаете? Вот у нас очень мало людей, готовых рискнуть, готовых выйти и рискнуть. У нас сегодня общество не готово поддержать даже этих людей. Вот вы сами не можете, но вы хотя бы этих поддержите. Заступитесь за них. Редактор субтитров А.Семкин